Послание апостола Иакова, 5 глава, 9 стих. Не сетуйте братья друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Что такое сетывание? Словари дают такое объяснение. Сетывание это уныние, мрачность, недовольство кем-то. И главное, что нужно помнить здесь. Судья стоит у дверей. Судья с большой буквы. Ведь мы когда сетуем, больше всего-то сетуем на кого-то, не на себя. Вот встретились, как дела? Худо дела. Сколько христианин я, все у меня не получается никак. Не с этого начинаем, а кто-то помешал. С утра до вечера нам кто-то все время мешает, кем-то мы недовольны. Встретились работать вместе. Два брата верующих поработали неделю, уже не могут вместе расходиться. И вот один рассказывает, виноват он. Он выслушал, я говорю, а вот мысленно представим, что он рядом с нами сейчас, о ком ты говоришь, что невозможно с ним работать, нельзя жить, нельзя. И он это все слышит. Как ты думаешь, он бы нашел какие-то возражения? Нашел. Но когда мы о ком-то разговариваем, мы твердо уверены, что тот-то нас не слышит. А если бы вдруг открылась шторка, и он тут сидит. Наверное, бы слова наши по-другому выглядели. Но здесь, говорится, судья у дверей стоит. За той стороной мы его не видим. Он у дверей стоит и слушает. Что говорит о сетовании Слова Божьей? Когда можно сетовать? Когда нельзя? Слово-то вроде понятное, а начинаешь спрашивать, и непонятно. А сетование большой печаль доставляет. Вот встретишься, обязательно дочь хорошая, а зять плохой. Если у ней сын, сын замечательный, но сноха попала невозможная. Я говорю, а как же она попала-то сноха-то, если сын-то у тебя хороший? А почему она плохая-то? Где они познакомились? И выявляется, что сын-то неверующий. А познакомился он там с площадки, а другого-то спрашивать не надо. И она теперь гуляет, где хочет. Она никого не почитает. А если бы все были на самих себя, молились, и вину брали на себя. Я сына не воспитал, а теперь я несу это по руганию. И сын привез дочь подобную себе. А вот теперь уже начинается расплата. Вторая книга Ездр 8.69. И сетовал об этом он беззаконие. И собрались ко мне все, которые подвигнуты были словом Господа. А я сидел печальный до самой вечерней молитвы. Он услышал о беззаконных браках. Взяли неверующих, евреи, которым запрещено было жениться на язычницах. А язычницы, комсомолки-то, они красивые. Они спортивные, здоровые. И они взяли их, и наполовину говорят по-еврейски, наполовину по-хананейски, как сейчас русские. В третьем поколении многие уже русский язык совершенно потеряли. Прямо вот эта история случилась. Я узнал. Да, короче, никто не знал. Знали. Но сетование было только у одного. Я сидел и сетовал. Я сидел и плакал. До самой вечерней молитвы. И Господь по молитве воздвигнул к нему людей, которые были подвигнуты словом Господним. Это Ветский Завет. Много ли мы найдем людей, которые услышат о беззаконии, когда мы обречаем, и подвигнуты будут словом Господним. Я скажу, мало, и почти-почти нет. Мне приходится говорить о слове Божьем. Очень много. И я вижу, что старобрядцы совсем слова Божьего не любят. И как они не любят слушать об этом, когда я их говорю. Ты все время против старобрядцев. Начинаю говорить, что московская патриархия настолько людей отпустила. Никакое правило не действует. Это экономия. Безобразие одно. Мир сплошным потоком идет. Не любят священники. Очень. Мусульманам говорю. Ну это же, ну какого же вы Аллаха-то признаете? Это же не наш Бог. Наш Бог, Бог строгости, Писания, Библии. Почему вы прямо у евреев-то не взяли-то? Слава-то Божие. Они очень не любят это. Евреям, когда говоришь, так к вам же Христос пришел. Вы же просмотрели его. Пришел к своим не узнали. Еврея не любят. Кто подвигнутый Словом Господнем увидит мою печаль? Язра говорит. А мы должны на его месте сказать, я печалюсь об этом. И кто бы не уходил, не соблазнялся, за кого бы я, Павел, говорит, не воспоминялся. Мне все дороги. Но угодить никак нельзя всем. Господь нужен, чтобы нашел людей, которые любят Слово Божие и подвигнул их о нашем сетовании. Вот эти незаконные браки, они большую часть всего разрушают. Молитесь, особенно за молодежь нашу. Крепко надо молиться. Вот эти смешанные браки, кого-то они обращают, думают, потом ты советуйся со старшими, ты начинай об этом молиться. Тебе ничего нельзя сделать. Да я вот один не могу. Пока один. А потом ты не будешь знать, куда бежать из собственного дома. Родители не знать будут, куда бежать-то. Ты в свой дом введешь, может быть, разбойника, палача. Ты еще ничего не знаешь. Поэтому молись, чтобы Господь Словом Своим, а Словом подвигает тех, которые понимают, что в Библии написано. Вот эти незаконные сожители. Сожили венчину? Нет, не венчину. А как? Да так жили. А Слово Божие называет это Словом нехорошим. То, что ни по Божественному, ни по Писанию, ни по церковным правилам, все это называется таким Словом. А человек начинает говорить, где искать причину. В себе. Да тогда церкви были закрыты. Мало что закрыты были. Бог-то не был закрыт. Небо не было закрыто. Если бы искали, нашли. Это однозначно. Евнух из какой страны приехал, нашел? Другой нации. При множестве занятий, Златоуст говорит. Неудобный транспорт. Другая религия. А его Господь, Бог Егова подвигнул, ехал дорогой, трестся и читал. Что значит любовь? Любовь к Богу. Сирах 39.17 Когда умирает кто? Продолжи сетование о нем по достоинству мой день или два для избежания осуждения. Так а что люди скажут? Это очень важно. Да я теперь не обращаю внимания. Мало что люди скажут. Не говори так. Даже кого думаете избрать священника, написано, чтобы он не имел нареканий от внешних, от соседей. Это очень важно. Вежливо ты, здороваешься ли, нет ли какого-то нарекания. А ты, может быть, каждый день после 11 и строишь и мешаешь людям спать. Нарушаешь правила, которые горосполком дал для покоя людям. Так а у меня работа. Ну вот отсюда и выявляется. Для тебя главная работа, а не люди. Старозаконие 34.30 И сетовали о Моисее 30 дней, когда он умер. Кто о нас будет сетовать? И о чем они сетовали? Нет такого вождя. Лицом к лицу Бог с ним разговаривал. Он нас вывел непокоривых, противных. Мы готовились побить не один раз его. А как умер, они поняли, все, теперь что будет? Да ладно, Господь уже Духом Святым избрал вождя в народы Иисуса на вина. И 30 дней, что они там вспоминали? Как он ратовал за них, когда Бог хотел всех до одного еврея истребить, до единого. И он встал на защиту. И Аарон встал на защиту. Если их погубишь, и меня из книги жизни вычеркни. Вот какая должна быть любовь. Если бы мы сегодня услышали, что русский народ приговоренный, как еврейский народ, к пустыне, то кто бы встал на защиту? Найдут ли такие пастыри, эти диамиды, которые прямо встали бы и сказали, меня вычеркни из книги жизни, Господи. Пусть я буду не православным, только их, чтобы православный спаси. И Ио 2 глава 11 стих. Когда Ио поразил Господь болезнью, проказой, то пришли к нему друзья и сетовали с ним и утешали его. Здесь другой смысл сетования. Я хочу раскрыть слово. Сетование недовольства и другое печалиться вместе. Иметь нерадостный вид. И они сидели и сетовали с ним. Писание говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Сколько сегодня людей, которые всю жизнь проходили церковь, встречаются, и они ничего не знают. Какое должно быть сетование сегодня? Обман! Так я же всю жизнь ходила в церковь. И каждый говорит, ну ладно, я не знаю, как правильно крестить. Но попы-то знают. Я же деньги платил, все одинаково говорят. С кем бы ни встретился, но они-то знают. А вот это я не знаю. Он сам не крещеный поп. И сегодня пытается, а я же обливаю полностью, такой передовой поп, что он даже в ванне обливает. Я говорю, а какая же там нужда обливаться делать-то? Не имеешь права. Обливать только в трех случаях у русских людей. Вообще два. Ну русские третий случай дали. Первое, когда человек находится недвижимый. Его нельзя не шевельнуть, ничего, все кости сломаны. Второе, когда в тюрьме находится. И третье, когда в пленене у татар степи, где нет воды. Сейчас пленения нет. Ну вот два случая еще остаются в силе сегодня. Ну тюрьма, ясно, что ты думал, он не в тюрьме. Что он в ванну зашел, ясно, что он движимый. Ни один случай не подходит. Надо световать об этом. Чтобы знали, что в этом году, в 2007-м, потеряете, будет крещение 8-го июля. У нас всегда 7-го июля или в первое же воскресенье. Кто готовится к крещению? Просите Господа, чтобы это великое таинство по всем правилам православной церкви совершилось. Считаем плач Еремии 3.39. Зачем сетует всякий человек живущий? Всякий сетует на грехи свои, не на другого. Вот услышали сегодня сетование, кто-то спросит, а о чем сегодня слово было, ты скажи о сетовании. Яков говорит, не сетуйте друг на друге, чтобы не быть осужденными. Вот беда-то в чем. Я тоже сетую. Я себя проверяю и думаю, сетую, и очень часто. Вы зачем меня обижаете? Простым маленькими делами. Я перехожу на профиль, ты меня не задевай, не подходи ко мне. Всякими простыми делами. Там дети. Солнце на небе. Совершенно делать нечего. Заходят, свет включили и ушли. Я захожу, я сетую и говорю, кто зажег? Кое-кое как надо. Зачем? В первую очередь ты не имела права туда заходить. А зачем ты включила, когда все светло там? А третье, почему не выключила? А через это я вижу, что и вы дома точно так же обращаетесь с электричеством. Пальцы работают только в одном направлении, чтобы сделать дыру в кармане пошире. Больше ничего нет. И вы приходите, вы такие, какие дома, такие здесь есть. И не только здесь. Дверь проходит, дверь нас же не раскрывает, это не закрывает за собой. А я сетую. То есть я недоволен. А как? Ну по-другому нельзя. Я хозяин, я за этим смотрю. Это не то сетование, которое осуждает несправедливо в духовном плане. Я обязан порядок поддерживать. Это любой водитель видит, в грязной одежде кто-то зашел, ему сделать замещание. Сетуешь это. Сетование, сетование разница. И гнев гневу разница. Когда гневимся за правду, гнев благословенный. Я открываю специально сейчас шторки, на 3 градуса температура поднимается. Открыл, прихожу среди недели, все закрыто. Ну такие хозяева. Я опять сетую. На каждом шагу буквально. Ваша разве лучше? Нет, не лучшее сознание. А зачем это сделать, не знаешь. А я знаю. Вот судья стоит у дверей. Вот у меня лукавый уходит, стоит у дверей, чтобы меня выводить на замещание тебе. Я делаю как положено. Идешь дорогой, разрушаю все, что правильно сделано. Пророк Сафония, 3.18. Сетует о торжественных празднествах. Люди, что как было и как сейчас этого нет. Нет. Враг все оккупировал. И мы не можем правильно Пасху справить, Рождество. Комсомольцы заглядывают в окна, громят храмы, ломают. Мы будем сетовать о том, чтобы встретить не как всех. Просто пришел и ушел. Готовьтесь к Пасхе. Завтра будете разучивать пасхальное песнопение. Попастите как следует. Найти нуждающихся кому-то помочь. Чтобы праздник был воистину со Христом. Притча Соломона, 25-23. Северный ветер производит дождь. А тайный язык, недовольное лицо сетования. Вот узнали мы что. Тайный язык, то есть сбоку тайна. И он производит недовольное лицо и сетование. А тот говорит, ну почему он меня судит? Какой ему повод дал? Соблазн. Он не соблазняется, а горе тому, кто подает соблазн. Не забывай. Второе Маковейское, 13-25. Когда евреи заключили там договор, недовольны были. Несправедливыми условиями. И хотели отменить их. Вот это сетование во всей стране. Из чего вдруг складывается, вот сегодня в газетах, везде спрашивают, телефонные, такие накрутки большие. Почему? Берут и берут деньги. Я совсем не разговаривал. Почти 300, говорят, рублей. И везде идут жалобы, еще раз стою везде. Вся страна сетует на несправедливость. Притом справедливо сетуют разбойники. Ограбляет, ограбленный уже народ. А что сделать? Ничего, конечно, не революция. Только молиться и сказать, по грехам нашим ты, Господи, даешь. А может быть мы деньгами неправильно пользовались, вот так дома жгем, да пусть еще куда-то лучше идут. Сегодня я все говорю, нас ограбили. Все миллиардеры евреи. Вот они хвалятся, какие самые богатые, то другое. Я говорю, а раньше все эти средства шли на восстание, поддерживали в южных странах. Да пусть лучше он там 10 раз женится, раз женится, 40 яхт построит. Это меньшее зло. Один человек там тешится, играет в футбол, да все. А что, убивали друг друга везде? Разве это лучше было? Деньги эти все равно отберут у нас. Сирах, 26, 19. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным. Как у медведицы. Вот если окота сходить в зверинице, никуда не ходи. Посмотри на мрачное лицо жены. Бесплатно посмотришь. А почему? Потому что светование, говорит, это мрачность лица делает. Жены услышали это, скажи, больше этого не будет. Ласковым взглядом, посмотри. А Соломон знал, о чем говорил. Его уже не упрекнешь. А вот он говорил, монахом был. Он не монах был. И он, видимо, видел эти мрачные лица. Потому что ни один гарем мирно не живет. Это говорят мусульмане. Между собой они все время не ладят. Что-то делят. Сирахов. Дальше Ио вычитаем. 20 глава, 26 стих. Все мрачное сокрыто внутри ее. Когда человек недоволен. Грех. И будет пожирать его огонь. Никем не раздуваемый. Это власти. Они недовольны всем миром. Вот всего. Прошлые годы было и сейчас. Надо работать над самими собою. Все не так делают. Ты начни делать так. Хочешь двинуть мир, двинься сначала сам. Вот непрерывно где-то ищут враги. Там виноваты где-то. Это потому. Не потому. Только что мы не так живем. Если мы будем довольны. Благодарить Бога. Господь как-то так сделает. Все равно не будет знать. Я вам говорил. Молитесь. Приезжал наш архиерей. Почти наверняка. Почти уже. Что мы может быть 5 лет еще будем под его крылом. Казалось уже все. Вполне может быть так. И он уехал. Я узнал. Очень довольный. Говорится. Может и за Рой даже поправил. Побыл у нас. Потому что нигде мира нет. А нас больше всего упрекали. А вы только ждете. Когда уйти дверью хлопнуть. Никуда мы не ушли. Мы себя в грудь били. Они в дверь хлопали. И он это увидел. Я думаю для него очень много. Это уже открыто. Он далеко-далеко не тот каким был тогда. И может быть мы у него самые близкие сегодня. Потому что мы все поставили только о молитве. Молитва. Остальное Бог как-то усмотрит. Я говорю. Мне сокрыто будущее. Но я знаю. Бог слышит вопль народа своего. В Евангелии от Матвея 6.16. Когда поститесь, не будьте унылы. Это когда все то и так пост долго. Как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям. Виды никогда не давать, чтобы постишься. А что это такое? Да у нас пост сейчас. Вот такой заморенный вид. Вот как бледная поганка. Ну зачем? Чтоб никто этого не знал. Помашь лицо свое. Может даже было бы не грех это красным платком по щекам провести. Виду даже не давать. Вот слово осуждение другого. Я посмотрел в Библии 64 раза встречается. И в 36.17. Осуждение это сетывание недовольством. Суждение и осуждение близкие. Рядом. Поэтому надо очень осторожным быть. А я осужу или рассуждаю. А ты смотри. Осуждение как правило выносит приговор. Псалом 97.21. Они осуждают, говорят, неповинную душу на кровь. Может нас Бог отоменует. Осуждение на кровь. Это в трудные времена. Когда на человека доносят. Говорят. Так и человек исчезает. Иезекииле 10.52. Неси же посрамление твое. Ты, которая осуждала сестру твою. По грехам твоим, которыми ты опозорила себя. Как будто две женщины. Одна другая осуждала. А потом сама в такое впала. Такого нашла себе. Может быть в этих паломнических группах-то. Ничему не рада. А речь идет здесь об Израиле и об Иудее. А вот мы не такие. А вот эти отступили. Они не такие. А сама в паломнице еще больше. Вот какой-то есть такой закон. Я не знаю. Кто кого в чем осуждает. Как правило, кто и попадает. Вот. То же самое. Кто осуждал больше всего московскую патриархию. Они давным-давно уже вошли в московскую патриархию. Вот я не могу это объяснить. Видимо, Господь дает, чтобы оправдать свои местописания. Лука 6.37. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и будете прощены. Не сетуйте. Судья у дверей все время говорит. О ком говоришь и сразу скажи, мы о ком говорим. А может быть он рядом все это слышит. А может быть ему сначала сказать надо. Деяние 25.15. Первосвященники с жалобой пришли, требуя осуждения Павла. На меня тоже жалобы. И на меня жалобы не от кого-то, а даже от местного епископа. И не куда-то, знаете, к ректору. Еще будут жалобы нашему епископу. Будут придумывать, что ничего не сделаешь. А ты требуется, чтобы меня почистить. Так я должен понимать. А тогда что из-за епископа? А за того и за другого еще сильнее молиться. Нам никак это не повредит. Первое Иоанна 3.20. Если сердце наше осуждает нас, покольми пачь Бог. Я сету или не сету? Осуждаю или нет? К сердцу обратиться. Помолиться. Ах, я осудил. Иногда встречается, а я тебя судил. А зачем же ты судила? Проходит неделя. Ты прости меня, я тебя опять судила. Проходит 20 лет, и ни родной встречи не было, чтобы не пришла, не сказала каяться. Да какая тебе нужда? Ты начни себя судить. Ты разве не видишь, какой в доме развал. Ни одного сына, дочери нет верующим. Ни одного внука нет верующим. Тебе плакать надо день и ночь. А ты все время просетывала на других. Все ты на свои грехи. Смерть стоит у дверей. А не только судья. Римлянам 2.1 Каким судом судите другого? Таким же будете и сами судимы. Вот это тот грех, который судишь, туда и попадаешь. Римлянам 14.3 Кто ест, не осуждай к того, кто не ест. Вот мое защищение, Павел говорит, против осуждающих меня. Печать моего апостольства, вы во Христе. 1 Коринфянам 9.3 Великое дело, милостыня, молитва. Но самое великое спасение души, оно не может быть без проповеди. Мое защищение, это вот вы. И ты скажи, а мое защищение, вот я привел душу ко Христу. Самое лучшее защищение, что мы трудимся для Господа. 2 Коринфянам 7.3 Не к осуждению говорю. Вы в сердцах наших, чтобы вместе нам жить и умереть. Мы можем это сказать и к священнику, и к епископу, и к митрополиту нашему. Хорошо бы нам жить и вместе и умереть. И Бог может быть избавить нас от того, чего мы больше всего боялись. Галатам 5.10 Смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Утешает. Колоссин 2.16 Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник. Сколько разных причин, чтобы всетовать. А мы постимся, а они нет. Вот у ассаробрядцев я знаю как. О, они каньяне. Позже нас начали, а уже домой идут. А у нас все еще моление идет окаянное. Как они быстро отмолились. Постоянно. Я был там и все это сам слышал. А ты наоборот скажи. Моя молитва еще продолжает. А может не продолжалась и не начиналась. А ты только стоишь на одном месте. Дремишь. Второе. Песелоникийцам 2.12 Да будут осуждены все, не веровавшие истинно, но возлюбившие неправду. Лучше всего, самое лучшее, не сказать, как было сказано Лавану, когда он гнался за Яковом, не говори ни хорошего, ни плохого, не выноси никакого осуждения и не сеты. На душе так легко. Аминь.